МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А теперь об этих и других событиях подробнее. Губернатор Смоленской области Алексей Островский встретился с руководителями средств массовой информации и подвел итоги уходящего года. Как сообщает пресс-служба областной администрации, телевизионная и радиоверсии выйдут в эфир 19 и 21 декабря. Сегодня сотрудники ГИБДД провели рейд по контролю за соблюдением правил дорожного движения как водителями, так и пешеходами. Особое внимание сотрудники дорожной полиции обращают на пешеходов, которые переходят проезжую часть в неустановленных для этого местах, и на водителей, которые не предоставляют преимущества пешеходам. Зимний период начался, снег, дорожные условия плохие, люди по привычке как бы забывают. Данная ситуация становится, скажем так, причиной возникновения ДТП. С участием пешеходов мы это контролируем и стараемся всячески предотвращать. Водители и пешеходы в Десногорске согласны, что подобные профилактические мероприятия дисциплинируют горожан и уменьшают риск дорожно-транспортных происшествий. Я соблюдаю, но муж у меня шел там на рынке, там вот этот банкомат такой, и быстренько купил и перешел дорогу. Его останавливает, вот, другая машина без надписи, да, предъявится бывает. Ладно, первый раз записали фамилию, адрес, сказали будет, потом штраф. Многие из нас недисциплинированные, понимаешь? Старались стать пешеходом. За всю свою историю нарушения никогда не было. По мере возможности всегда соблюдать правила дорожного движения и детей уйти. В первую очередь переходить правильную пешеходную дорогу. Напоминаем, за переход проезжей части в неустановленном для этого месте штраф 500 рублей. А водитель, не пропустивший пешехода, будет оштрафован на полторы тысячи рублей. В областном центре выпустили на линию новый экспериментальный троллейбус, который в течение месяца будет работать в тестовом режиме. Троллейбус может передвигаться на расстояние в 20 километров без контактной сети, что позволяет экономить электроэнергию и не строить дополнительные контактные сети. По результатам испытаний городские власти примут решение, закупать такой транспорт или нет. По истечении первой половины декабря стоимость продовольственной корзины в Смоленске достигла 4 421 рубля и 16 копеек. Но увеличение стоимости прежде всего повлиял рост цены на тепличные овощи, помидоры и огурцы. Помимо овощей, подорожание отмечено и по другим видам продуктов. Яйца куриные подорожали на 2,8%. Капуста белокочанная на 2,4%. Маргарин на 2,1%. Сметана 20% жирности на 1,8%. Горох шлифованный на 1,6%. На улице Шевченко в Смоленске сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, у которого обнаружили 9 пакетиков с белым порошком. Гражданина задержали для выяснения обстоятельств. Сотрудниками уголовного розыска дома у задержанного был проведен обыск. В Смоленск полицейские обнаружили 62 свертка с порошком. Что, что еще раз? Героин. Героин, да? Сколько здесь? Не знаю. Ну, граммах сколько? Знаешь ты сколько? Ну, здесь 150. Грамм 100-150, да? Да, да. Обнаруженное вещество общей массой 334 грамма полицейские отправили на экспертизу. Экспертиза показала, что порошок в свертках наркотическое средство героин в крупном размере. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса Российской Федерации незаконное хранение наркотических средств. В настоящее время подозреваемый арестован ведется следствие. Подведены итоги шестого всероссийского конкурса «Города для детей», в котором участвовал 131 город из 51 региона России. Победители определяли в четырех номинациях в зависимости от численности населения. Специального диплома конкурса удостоен починок Смоленской области за работу по организации индивидуально-профилактической работы с семьями, имеющими детей и находящимися в трудной жизненной ситуации. А сейчас новости культуры. В городском центре досуга 17 декабря состоялся новогодний бенефис под названием «Маска. Я тебя знаю». В праздничном концерте приняли участие все творческие коллективы ГЦД, показав свои лучшие номера. Не случайно в зале, как говорится, яблоку негде было упасть. Чтобы всем желающим хватило места, пришлось ставить дополнительные стулья в проходах. Это лишний раз подтверждает, что десногорцы любят самодеятельных артистов и их номера. Я поздравляю вас всех с наступающим 2016 годом. Желаю вам всего самого хорошего, здоровья, семейного благополучия и всех благ. За активную плодотворную работу в текущем году руководители творческих коллективов были награждены благодарственными письмами директора городского центра досуга. 26 декабря в Государственном Кремлевском дворце состоится общероссийская новогодняя елка. От Смоленской области на праздники побывают 32 школьника. Традиционно в составе делегации будут мальчики и девочки из многодетных семей, отличники учебы, победители различных конкурсов, а также дети-сироты, 10 воспитанников Шаталовского детского дома. В Смоленской семинарии состоялась презентация исторического научно-популярного фильма «Князь». Фильм, снятый по сценарию смоленского историка Павла Одинцова, повествует о жизни и духовном становлении великого русского князя Владимира, крестившего Русь. Планируется, что фильм будет предоставлен для широкого показа на каналах «Культура», «Спас» и на других федеральных каналах. Переходим к новостям спорта. Два дня юные десногорцы состязались в турнире по мини-футболу, который проходил в физкультурно-оздоровительном комплексе «Десна». Соревнования посвятили Дню Конституции. Первый день, 16 декабря, играли юноши 2001-2002 года рождения. Эмоции зашкаливали, количество забитых мячей достигало девяти. Отличилась команда средней школы номер один. В итоге она и заняла первое место. На втором месте команда третьей школы, на третьем школа номер два. Мы привлекаем детей к физической культуре и спорту, посредством футбола, мини-футбола. Школьники 2003-2004 года рождения играли также азартно, стремясь к победе. Три очка набрала команда средней школы номер три и заняла третье место. Вторая школа с шестью очками на втором месте. Лучшими в этой возрастной группе стали ребята из четвертой школы. Отметим, что в команде победительницы играла девочка, бесстрашно бросаясь за мячом. От души всех поздравляем! В выходные также в ФОК Десна состоится Кубок Смоленской области по баскетболу среди мужских команд. В субботу в 10 часов церемония открытия. Игры начнутся в 11 часов и будут проходить до 9 вечера. 20 декабря с утра игры, а в 15 часов награждения победителей и призеров соревнований. Приглашаем десногорцев посмотреть баскетбольные баталии. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disna-tv.ru. Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова